Приветствую вас на еженедельной зарядке, она у нас сегодня пройдет на коврике и акцент будет на позвоночник, то есть работа с позвоночником. Такую зарядку я рекомендую делать хотя бы два раза в неделю, а остальные зарядки провести стоя, чтобы было задействовано все тело, начиная от стоп. Такие зарядки у меня тоже есть, я оставлю их в плейлисте, по ссылке в описании к этому видео вы сможете позаниматься еще зарядками стоя. Мы начинаем с вами с положения Z-сет, напоминаю, что если вам некомфортно сидеть в этом положении, вы можете под таз положить какую-нибудь возвышенность, это может быть блок для йоги, для того, чтобы уменьшить сгибание в тазобедренном суставе. Поставьте, пожалуйста, руки в сторону, опустите плечи, вытянитесь макушкой наверх. Мы начнем делать вдох, поднимая правую руку, наклоняясь к левой ноге, на выдохе возвращаемся. Вдох в другую сторону, локоть опорной руки немножко сгибается, возвращаемся. Повторяем, вдох, выдох. Не задирайте, пожалуйста, плечо, вытягивайте шею, поднимайте руку, опуская лопатку. Когда у нас рука поднимается, лопатка опускается вниз. Если у нас поднимается плечо, то и лопатка едет след за плечом, тогда нет мышечной поддержки. Последний раз, вдох, выдох. И мы опускаемся на правый локоть и вырастаем в одну прямую линию корпуса. Левая рука над ухом. Мы делаем круговое движение рукой, уводя руку назад, не разворачивая грудной отдел. Почувствуйте, как у вас работает плечевой сустав и вытягиваются грудные мышцы. А когда вытягивается рука вперед, вытягивается лопатка вперед далеко от позвоночника. При этом проследите, чтобы ваша опорная рука отталкивалась всегда от пола и лопатка была далеко, шея свободная. У нас еще два круга. Вдох назад, выдох вперед. Последний раз. Вдох назад, выдох вперед. Руку останьте спереди. И сейчас мы будем закручивать грудной отдел, обнимая себя за талию. И выводить руку наверх. За себя, пожалуйста, руку не заводите, иначе будет проваливаться плечо. А мы плечо всегда держим далеко от шеи. Поехали. Вниз, выдох. Потолок вдох. Выдох. Потолок вдох. И еще выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Последний раз. Выдох. Вдох. Оставьте руку в потолок. И сейчас, опуская таз в противоположную сторону к полу, будем тянуть руку в противоположную сторону к полу. У нас будет образовываться такая дуга. Вдох. Почувствовали растяжение от талии. Выдох. Собрали все. Вдох. Опорная рука сильная. Мы тренируем мышцы. Выдох. И еще. Вдох. Выдох. Последний раз. Вдох. Выдох. Опуская таз, ровно спиной вырастаем в исходное положение. Сейчас без помощи рук поменяйте ноги на другую сторону. И мы с вами поехали делать все то же самое с другой стороны. Наклон к правой ноге. Вдох. Шея длинная. Локоть сгибается в левые руки. Вдох. Правая дотягивается до диагонального положения. Вдох. Выдох. Когда вы дышите, чувствуйте, как у вас растягиваются ребра противоположного бока. Соответственно, рука поднимается наверх. И вся сейчас левая сторона вытягивается. Опускаемся вниз. Чувствуем, что мы поднимаем таз, вытягиваем корпус в одну линию. Локоть точно под плечевым суставом. Рука у нас выводится вперед. Круговые движения без поворота грудного отдела. Выдох вперед. Вдох. И выдох вперед. Пожалуйста, не открывайте ребра. Не выводите корпус вперед. Держите себя на сильной руке с мышечной хорошей поддержкой. Чувствуйте, как у вас работает только плечевой сустав. Последнее движение. Оставили руку впереди. Скручиваясь вниз, выдох. Закрутили грудопоясничный переход. Потянулись наверх. Вдох. Выдох. Обняли себя. Вдох. И еще выдох. Плечо длинное, пожалуйста, опорные руки. Постоянно отталкивайтесь, чтобы у вас всегда работала зубчатая мышца и лопатка вставала на место. Если в целом у вас есть проблемы со спиной, вы чувствуете, что у вас лопатки не работают, что у вас грудной отдел скрючен. Напоминаю, что есть курс про здоровье, спина про здоровье, который как раз-таки работает над этой проблемой, над исправлением и коррекцией осанки. Сейчас у нас рука идет вниз, а таз тянется к полу. Делаем дугу вдох и на выдохе возвращаем. И еще вдох и на выдохе возвращаем. Чувствуете удлинение по талии с правой стороны. И потом хорошее мышечное сокращение. Все к центру. Дох. Выдох. Последний раз. Дох. Выдох. Отталкиваемся левой рукой. Выходим в центральное вертикальное положение. И сейчас ноги выводим вперед. Садимся вот в такое положение. Сгибание фотозабедренных вставок может быть абсолютно разным. То есть вы можете удлинить ноги, поставить их на пятки. Как вам удобно. Из этого положения мы сейчас будем скручивать корпус на выдохе. На вдохе возвращать. Так как мы сидим на двух седалищных буграх, контролируйте, чтобы вы так на двух седалищных буграх и оставались. Тогда у нас будет хорошо работать спиральная линия тела. Включатся хорошо косые мышцы спины. Косые мышцы живота, извините. И квадратные мышцы спины. Они будут вытягивать позвоночник и давать скручивание по спирали безболезненно. То есть на мышечной поддержке. И еще. Особенно тем, кто боится делать скручивание при грыжах. Вот это осевое вытяжение. И хорошее скручивание именно на выдохе с мышечной поддержкой. Поможет делать упражнение без боли. Но при этом тренировать это движение, потому что в жизни без ротации невозможно. Вы делаете каждый шаг с ротацией. Теперь мы ноги складываем в бабочку. Руками захватитесь либо за щиколотки, либо за стопы. Как вам удобно. И сейчас мы тянемся лбом вниз. Кручивайся максимально. Давайте вот с этой стороны. Максимально в улиточку. Тянемся вниз. Мы не стараемся надавить на колени. Мы не стараемся прижаться лбом. Мы стараемся закрутиться и посмотреть себе в пупок. И возвращаемся наверх. И здесь лопатки опускаются, а грудь наверх. И снова вниз. И наверх вдохом. Только, пожалуйста, ребра не открываются. Ребра закрыты. Не вываливайте их вперед. Не собирайте лопатки. Лопатки опускаются вниз, а грудь наверх. И еще раз. И вытянулись наверх. Замечательно. Сейчас мы переходим с вами на четыре точки опоры. Если у вас есть болезненные ощущения в коленях, когда вы соприкасаетесь с опорой, поставьте какую-нибудь под них мягкую опору. Мы ставим с вами стопы, колени точно под тазобедренный сустав, руки точно под плечевой сустав. И сейчас наша задача будет на выдохе хорошо скругляться, подбородком тянуться к шее, а лобковой костью к ребрам. Это будет выдох. На вдохе мы будем удлиняться. И здесь ваша задача стягивать коврик коленями и руками к центру. Вы будете вытягиваться вперед, тазом назад и при этом давить вашими точками опору к центру. Снова выдох. И на вдохе стянули и хорошо вытянули все по позвоночнику. И еще выдох. И коленями вперед, руками стягиваем коврик в центру, чувствуем напряжение мышц. И еще. Вдох. И стягиваем к центру коврик. Последний раз круглая спина. И сейчас без стягивания просто выведите себя в центральное положение. Из этого положения мы будем делать круговое движение корпуса. Корпус уходит в левую сторону. Потом наверх подбородок груди. Копчик подкручен в правую сторону. И вниз. Вот здесь голова не задирается. Голова направлена макушкой вперед. А лопатки хорошо свели. И поехали снова. Влево, вверх, право, вниз, влево, подбородок вниз, вверх, вправо, вниз. Последний раз влево, вверх, право, вниз. Остались внизу и поехали тазом назад к пяткам. Довели таз до острого угла в колени. Круглой спиной выходим снова на руки. Таз назад прогиб. Уходим тазом назад до острого угла в колени. Круглой спиной через опускание копчика уходим на руки. И вот такой волной мы с вами сделаем еще четыре движения. Назад. Вперед. Еще назад. Вперед. Два раза осталось. Почувствуйте каждый сегмент своего позвоночника. Назад. Вперед. Последний раз. Назад. Вперед. Отлично. Вытяните руки на передний край коврика. Почувствуйте, что у вас они стоят далеко, но вы хорошо в них упираетесь. Сейчас мы будем лицом вниз опускаться. И при этом лопатки тоже тянуть вниз и подмышки тянуть к полу. Выходим в планку. Планка. Такая полупланка. Нам надо скруглить спину. Максимально оттолкнуться руками от пола. Почувствуйте, что лопатки далеко от позвоночника. Снова таз уходит наверх. Копчиком мы тянемся в потолок. Подмышками в пол. Лоб вниз. Не задираем голову. У нас вниз голова. И на выдохе планка. И еще вдох. Пожалуйста, руки сильные. Лопатки всегда тянутся в пол. Точнее, не в пол, а вниз к позвоночнику. И далеко от позвоночника. Оттолкнулись руками от пола. Последний раз. Вниз. Лоб вниз. Плечи опущены. Подмышки к полу. И планка. Замечательно. Подтянулись руками точно под плечевые суставы. Сейчас у нас одна рука уходит на крестцовый отдел. И мы будем работать с опорной рукой. Опорная рука будет тренировать вашу лопатку и работать с ротацией грудного отдела. Мы отталкиваемся и возвращаемся. Давайте покажу с левой руки сначала. Мы проседаем. Лопатка уходит к позвоночнику. Далеко от позвоночника. К позвоночнику. Далеко. И вот за счет этого далеко у нас происходит ротационный компонент. Мы делаем это не за счет того, что тянемся локтем вверх. А за счет того, что мы отталкиваемся опорной рукой. Я это рассказываю на каждых своих курсах. Что очень важно запускать движение верно. Тогда у нас будет энергия распределяться правильно. И упражнение будет не опасное. Очень многие боятся заниматься онлайн, думая, что сделают себе больно или неправильно. Не бойтесь. Это объясняется все очень четко. Больно точно не будет. Давайте на другой руке точно так же. Будет, возможно, тяжеловато. Потому что новые движения, новые координационные связи. Соответственно, телу надо привыкнуть к этому. Но это все нарабатывается. И еще. И еще. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Почувствуйте, как здесь работает пресс, да? Когда вы отталкиваете сильный пресс. Еще два раза. Выдох. Вдох. Последний. Выдох. Вдох. Отлично. Две руки в опоре. Мы уходим тазом на пятки. Колени раскрываем шире. Руками тянемся вперед. Вытягивая позвоночник. Лоб смотрит в пол. Руки вытянулись. Из этого положения потянитесь левым боком влево, правым боком вправо. Прижимаясь ребрами то к левому бедру, то к правому. Сделайте это небольшое раскачивание, но с таким намерением вытягиваться. То есть как будто вы гамак растягиваете с левой стороны, гамак растягиваете с правой стороны. Шею при этом расслабьте, не зажимайте ее. Сделайте еще два движения. Влево. Вправо. Последний раз. Влево. И вправо. И теперь собирая коврик с усилием поднимаем корпус. Вот прям тяните, тяните руки по коврику. Тогда у нас будет хорошее сгибание. Правильное сгибание. И вытянулись наверх. Отлично. Руки через стороны. Нас поднимают над головой. Мы сидим в упоре на пятках. Вытянулись максимально. Из этого положения начинаем тянуться боком. Вдох. Сгибаясь к правому колену. Выдох. Снова вдох. Вытянулись. Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Последний раз. Вдох. Выдох. Руки через стороны опускаются вниз, встряхните их. Отлично. Наша зарядка подошла к концу. Я напоминаю, что в ваших руках, работая со своим телом, вы можете сделать свою жизнь гораздо комфортнее. Надо просто чуть-чуть приложить усилий. Рада была видеть вас на своей тренировке. Не забывайте подписываться и жду вас на следующих. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok